приветствую дорогие друзья меня зовут виталий он же монг продолжаем проходить atomic hard инстинкт истребления так чем три штуки осталось я всю заряженную столики патронов нет дробаше всего ни о чем понят по алёнушка от чудака электро мгновенно восстанавливает энергию зашибись так тихо упал упал павля надо не забыть про аленку кстати говоря я вас чуток много-то блин не зря аленку здесь до положили так получается тварь на блин пошли носители выкрашены в отдельные цвета ладно подожду когда обычные бусы объединятся вокруг носителя не выйдет дорогой это сектор генерации которая мешает вредной старухе обижать электромагнитное излучение и секатор не рабочую делать когда должен найти носитель не знаю что они в тебя мозг размером с планету даю так как доме я гасит таблил ты одноногий для варь задолбал уже не до стоять на докопаться бы до мякотки разделяя и властвуй до нужны сразу и не добраться да вон она нет сидит дед вас тушу падет не то сука разделяя и властвуй какая из них то здесь подожду он катится сука и вовчик катится на тебе сволота поганая надо почитать этот грушу там по идее должны мне кажется быть написано как их это как их определить докопаться бы до мякотки иди сюда вот точно их можно запирать сидит там так это мне же не хватит тут стоять докопаться бы до мякотки до нужной сразу не добраться понятно дело а я почитать хотел еще ну все я понял их надо будет запереть все серьезно ли я не могу теперь я не могу теперь открыть блин знал бы так не делал бы так сначала почитал бы там да сундук бы взял есть идея сергей дмитриевич я все же хочу вернуться к беденному разговору на разузнал тут что группа профессора лебедева при помощи нововведения института разработки создает некую формулу для привлечения внимания к испытуемому химии любви кличут уже несколько успешных фаз сыворточка то прошла так может я пойду спешу флакончик другой у них ее там в достатке сыворотки этой а нам то совсем капелька нужно проведем с тобой пару так сказать научных опытов глядишь и узнаем что это за пресловутая любовь из себя представляет а потом кто знает может и свадьбу твою наконец отгуляем часики то они на месте не стоят сереже подумай новая терешкова петрух привет я тут был недавно по делам вашей лаборатории видел новых терешковых с полимерной кожей вот это чудеса делаете и волосы натуральные они ж на шлепка это их дурацкая в общем красота хотел спросить скоро ли бытовые тестирования и какой социальный рейтинг нужен чтобы попасть групп я записался работать не буду случишь слушайте что от меня хотите зачем мне продолжать работу я услышал что 87 процентов людей с момента включения коллектива повысили свою активность и стали расширять квалификацию нам-то что сеченов говорил что наступит коллектив и все люди будут отдыхать работы а робота работать так вот я хочу сидеть в груши и мысли с утра до и мысли с утра до вечера имею право на всем же быть и не имею права не всем же быть гигантами мысли я столько лет угрохал на работу чтобы потом ничего не делать что вы не имеете права меня винить за лень лень двигатель прогресса ps и я не не на экзамене чтобы писать в личных сообщениях для вот я я тоже так хочу я уже задолбался работать 17 лет работать это уже вот здесь какими были бы роботы в сша я тут подумал про разницу менталитетов и названий если бы робота появились скажем сша они в ссср какие у них были бы имена и аббревиатуры вот скажем вовчик кем бы он был в америке мне почему-то думается что его бы звали ник сокращенно от никола тесла а почему нет гений визионер талант мизантроп даже кстати менять бы ничего не пришлось и усы бы остались разве что американского теслы были бы волосы наверное и робот был бы скорее австрийским мутации новый прорыв василий отлично поработали в понедельник кто бы мог подумать что старик марков действительно еще что-то да понимает биинженерии я уж думал его драгоценные пиявки над которым он так усердно ставят эксперименты его весь мозг разбили на части но да ладно я вот зачем пишу как думаешь стоит ли форсировать до верхушки доклад про химические мутагены ты сам видел мои последние исследования мутировавшая рынка вируса ур ос может стать новой революции особенно сейчас покуда полимер правит миром сам по суде мы могли бы придать нашим исследований совершенно новый масштаб ставить опытом не на трех коллегах и одной крысе она поселениях городах только представь полное глобальное насыщение вирусом ему ведь нужен воздух нужно место чтобы развернуться уверен ты понимаешь как вы козлы какие вирусы они там всякие нам привезли на анализ образцы грунта с марса и луны для сравнения с земным если лунный реголит довольно простой и изученный ничего нового мы не узнали марсианская почва в общем я уже результаты засекретила отправила в академию и говорить особо не могу ничего но скажем так с тем что я там нашла в общем золотухин с его мечтами не прав мы очень не хотим чтобы на марсе начали цвести яблоки поверьте мне не надо нам чужие яблоки накусывать я больше скажу не думаю что нам вообще нужно туда лететь и что отчет там такого нашла там бы тут стой не то не то пальто не так здесь я был на с письмем там буш сидеть сидит дед вас то шуба дед тебя куда определим тебя сюда определил день жалко я сука дед блин спошу боу юб хочу такое еще происходит так где остальные поезд здесь был есть идея здесь а два я здесь был молниями сверкает а сколько я заперта раз-два-три их сколько тут каталась вообще ща буду короче ловить всех упал стоять до нужны сразу и не добраться они где уж и свалили что вот а уже по быть такого не нашлась родимая шестая на месте он теперь открыть можно ништяшки где сундук был уши так эту душу я читал вот здесь но я в принципе нашел лезвие в принципе я так и думал что мы когда поймаем они откроются великий фильтр зачем мы так яростно рвемся в космос что мы там ищем уже и так ясно как день существует две возможности либо мы одиноки во вселенной либо нет они обе одинаково ужасно но если мы просто умрем в одиночестве не так уж и плохо а вот если чему это я все у меня плохие новости в новых образцах марсианского грунта похоже что-то удалось найти а значит великий фильтр мы еще не прошли и после полета в дальний космос все может заодно полететь и в тартарары отставить самодеятельность вам что заняться больше нечем у вас норма по синтезу бронирующего покрытия для буравов еще не выполнила а вы на всякие глупости отвлекаетесь я понимаю весна на носу но давайте сфокусируемся на актуальных задачах тем более что с точки зрения банальной эрудиции про любовь мы знаем вполне достаточно если вам так надо разлить что-то по флакончиком то это всего лишь стандартный коктейль из но рэпи нефрина дофамина и окситоцина если вы хотите восполнить пробелы в своих знаниях займитесь этим свободно от ваших прямых обязанностей время могу рекомендовать работы профессора захарова по этой теме у него был целый ряд исследований о поведении человека под действием дофамина п.с. и с личной жизнью у меня между прочим все в порядке просто мне нравится одиночество ясно вам владимир саныч сработало Женя получилось совершенно случайно как пенициллину флемминга вместо обычных белых или темно-серых кристаллов из-за легкой оплошности получилось кристально-голубые я тут же все проверил по всем анализаторам формула идеальная нужно немедленно брать в работу Женя поэтому к черту твой отпуск давай химзащиту и дуй ко мне пора варить варим леночка из вавилова опять запрос на цистерну спа 400 не знаю сколько у них там сырников что им столько нужно но кажется будто они там сплошные хвощи да желтушник растят как-нибудь узнайте расходуют они его осмысленно или просто на пол льют а то не напасешься у них там этот борщи вырос чересчур большой так вроде здесь везде был на на какие на ты на меня будешь нападать не будешь опа секатор энерго нагнетатель хорошо ты будешь на меня нападать или нет я могу спокойно почитать отставить скромность оксаночка послушай я твой доклад про участие менделеева в космической программе это что за слова такие включая и наш скромный вклад химиков скромный вклад они бы без нас на первую космическую на 164 тоннах пирк селина выходили раз уж мы все тут на предприятии значит уже часть великого и я сеченов и лебедев мы все равны в своих заслугах это даже доказывать неразумно никогда не умалял не умаляй своих достижений хорошая штука я надеюсь что ты отправил это письмо через защищенную линию альберт иначе нам с тобой не сдобровать ты серьезно но куда мы сейчас втиснемся со своими бумажками когда на носу запад второго коллектива кому там сейчас до нас есть дело главное кто нам даст разрешение на исследование если на самый масштабный эксперимент уже застолбили не больше не меньше всю страну давай хотя подождем пока устаканится вся эта шумиха с мыслями и коллективами и тогда уже возможно нам удастся что-то вопросить выпросить ты как знаешь а я пойду работать дальше пиявки маркова меня схарчат если вовремя не сделаем инъекции ой по человек тамара николаевна к нам запрос пришел на подшивку недавних исследований но пришел и пришел подождут мы еще мета анализ не закончить стоп мы же даже не публиковались откуда запрос из академии последствий от самого захарова харитона радионовича даже так странно зачем ему химия сонного паралича не могу знать судя по запросу его интересует отделение фаза быстрого сна от мышечной атонии ну сделай только непроверенную статистику не добавляй вчерашнюю а про оксибутират натрия оставь может пригодится оксибутират натрия какие словечки то а а а а а а а а а то а анализа реголита я пока что ксении отдал лунный реголит и грунт с марса для доп анализа Но если тебя так интересует перспектива Луны, то мой вердикт прост. Нет. Если развернуто в лунном грунте или реголите, заметны земные растения будут расти, особенно разработанные в Вавилове. Но как-то без огонька, понимаешь? Медленнее, без плодов, с плохими корнями. В чем причина, еще не ясно. Но если на Марс надежды большие, то на Луне никаких яблок или винограда. В лучшем случае унылый, как и сам спутник Изюм. А по Марсу Ксения должна тебе щебетарь прислать с записью анализа. Жди о ремшкафе. Эдик, ты видел, что там сделали с ремшкафами? В них подсадили программу новую. Очень приятная тетенька. Голос такой милый. И всем интересуются, любопытная такая, спрашивает, есть ли кто-нибудь у вас с кем вы можете поговорить о вас? Представляешь? Если бы не выглядело как огромный холодильник, я бы тут же тест Тьюринга провалило, клянусь. Так интересно все это? Весь ваш компьютерный интеллект. Я вечером гулять на болото пойду. Может ты со мной сходишь и расскажешь про это все подробнее? Как машины думать могут? Слезоточивое средство. Вчера мой аспирант рассказал, что они с товарищем получали лакриматор бромацетон. Не знаю, получится ли у них синтез, но в ту лабораторию лучше без противогаза не заходить, если не хочешь рыдать крокодилями слезами. Разлили они его там что ли? Нашли игрушку. Так, сколько тут груши, ёкарный ты бабай. Эй, засекреченное письмо. Я помню приказ ставить товарища Сивухина в покое, но после старта коллектива 2.0 я позволил себе осмотреть его нахождение в системе. Согласно новым протоколам слежения с людьми, его следов в коллективе не обнаружено. На сегодняшний день это не критично, в конце концов прошло всего два дня, но обязан был доложить. Маленькая просьба. Радочка, не сочтите за труд, заберите из третьей секции образцы вируса УРОС и принесите их мне в кабинет. Хватит одной-двух ампул. И будьте добры, останьтесь сегодня после окончания смены буквально на часик, нужно кое-что проверить. Не спешите радоваться. Слушайте, я ваши радости, профессор, не разделяю. Да, люди возвращаются на рабочие места, это отлично. Гостиница уже переполнена и отправлены на релебитацию и гостями, но в самом Менделею пока пустовато, вы же замечаете. И оттого очень тоскливо. А еще, знаете, профессор, у меня очень плохое предчувствие. Всем кажется, что с собой сбой позади и впереди только омраченная трагедия, но светлое будущее. А мне почему-то думается, что точка в этой истории еще не поставлена. Знаю, вам бретит мой пессимизм, но интуиция меня никогда не подводила. Будьте бдительны. Так, Рафик. Ты меня не трогаешь, правильно? Мы с тобой друзья пока что. О переводе сотрудников. Сразу к делу. Как вы знаете, после событий в АПО мы крайне нуждаемся в новых обученных и талантливых сотрудниках. А ваши химические специалисты из Менделеева показывают потрясающие результаты. Словно вы их не обучаете, а сразу вкалываете инъекции с талантами прямо в мозг. Я прошу вас выбрать 10 наиболее компетентных и перевести их к нам в Академию последствий. Отлично понимаю ваше возможное недовольство. Но мы все делаем одно дело и без вашей помощи мне не обойтись, учитывая тяжелое состояние моего здоровья после атаки роботов. Ракетная тяга. Слушай, я вчера узнал, что кислотно-основный индикатор фенолфателлиин, которым мы пользовались, обладает слабительными свойствами. Только есть нюанс, он горький. Хочу подколоть бурака Женьку. Надо бы вкус замаскировать и добавить им в пиво. Сегодня, после того, как мысль заработала на 100% и коллектив вступил в свои права, первенство в химии отныне навечно закреплено за нашими учеными. Более 90% цитирования трудов по химии во всем мире приходится на труды наших коллег. Наши дешевые и доступные лекарства вытесняют аналоги по всему миру. А Промхим на всей планете гордо несет штамп ГОСТа. Мы стали настоящим катализатором химического прогресса. И впереди нас ждут только лишь еще более великие реакции. Поаплодируем. Хорошее выступление. Так, что идут, еще не смотрел. Здесь я только что был. Все, по-моему, да? По-сюдух. А есть у меня маленькая... Это самая... Капсулка с непреном. Средняя, большая, большая, большая. Че так... Че так неудобно? Средняя. Маленькая нету. Жаль. Ну ладно. Потом-то да бахну, если что. Че скажешь, Рафик? Хорошо, ничего не скажешь. Ты-то молчаливый, ты неразговорчивый. Так, куда мне дальше двигаться? Ага. Музон у нее здесь. Постоянно. Так, че нам там? Авторизация. Мое. Улучшение. Че мы здесь нашли? Какой-то энерго там. Катушка-нагнетатель. Увеличивает наносимый урон. Обязательно. Так, все, недоступно. Ага. Мне не хватает. Ну ладно. Погнали дальше. Я что-то способностями вообще не пользуюсь. Забываю про них. Хотя вот они перед глазами. Куевое. 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 На, вали. Бездушно. По тебе что? Топографический. Пять гусь. Ой. Я уже не человек. Я кустам. Ой. Реально угомонись, животное. Хватит уже мне достал этот гусь гребаный. Просто одолел. Вот и все. Пуловчики, досвидос. Еще один, блядь. Скотина. Дай свое нутро сюда. Да, ко мне куда? Может туда надо было? Ну как какой? Вот эти блин. Поопаснее вовщиков. Уроды. Мне туда надо идти. Сука. 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 Не те шары, которые минули. Не те шары, которые минули. Давай подлечимся. Хорошо. Чебетарь. Чебетарь. Товарищ доцент, а можно вопрос? Доцент. Почему у нас в мемориале на Челомее изображения товарища Менделеева нет на памятнике? Ну, голубчик. Менделеев один из величайших умов, но очевидно предприятие 3826 он не создавал, так как скончался еще до Союза. А на Челомеи запечатлены именно отцы-основатели. Но это не значит, что мы забыли имена великих русских ученых. Просто чествуем их немного иначе. А, ясно. И много таких? Ученых и комплексов? Вот если я это расскажу, то придется вам укол сделать, память стереть, а это на вашей работе плохо скажется. Правда? Неправда. Так не бывает. Но тайна есть тайна. Хе-хе-хе-хе. Куда же все-таки идти-то? Да пошли сюда, раз сюда уже пошли туда, если что вернемся. Дорбовик хорош, но медленно. Между выстрелами до хера времени проходит. Ебать, что так много ходов-то? Я ж по-моему тут спускался сюда или нет. Я вот этого не припомню. Точно не припомню. А здесь я был. А-а-а, все ясно. Хорошо, пошли обратно. И энергия так медленно восстанавливается. А давай мы ее восполним. О, хорошо. Так и не забывать надо про Аленку. Если какая-то жуткая жуткая начнется, надо будет ее применить сразу. А вы серьезно, блядь? Идите в жопу, блядь. Я не хочу с вами даже разговаривать. Смотри, 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 это варивает, бежит. Нельзя херовнуть. Тут свет погасил, ангар 7. Сейчас начнется походу веселуха. Ангар с воздушной техникой, интересно. Ай, не-не. Комар, я на таком летал. Он исправен? Комар. Любимый. Ты же не хочешь улететь от меня на этом комаре, ведь так? Я стерла его пусковой ход на всякий случай. Мы будем вместе вечно. Ты рад? Угу. Бесконечно счастлив. Значит, комар исправен. Учту. Сюда иди, блядь. Блинчик херов. Бил. Скотина притаился. Притаился гад. Да. Тихо-тихо. Вова тихо-тихо. Блядь. Ааа. куда улетел там ну надо пошли какое огромное помещение сейчас задолбают здесь потому что очень огромной площади теряешься сразу короче тут нечего куда кого хорошо здесь этих нету пчел грёбок и которых чинят постоянно на здесь тебя нутро то так же капец опять было бы задолбались бы двигать так есть чего-нибудь а коробочка коробочка опять босс что любует а мне еще два шара осталось две бусы так пусть грёбаный грёбаный бусин нет а не оживешь скотина бля гусь вонючий сюда сюда ревзи давайте вот здесь нахлопнуть на где где блин сейчас за свои табли суета-сует а где еще одну еще сбоку дать вот слышу я где-то она трябещит темно бля а пошла отсюда где от них пожить а я чую в первого раза не пришел дуру так а мне плод туда на кто-то кого-то колебался тогда урод в жопе ноги гусь понючий пик гусь на плюс 38 преобразился человечество здорово очень пушил или а подожди к одним меньше еще одним меньше поля скотинам на еще и не убиваются с едной раз первого раза разве грёбаные бабкины куклы игрушки чё вас так много-то а лежать лежать я сказал ох того сбил ну иди иди сюда уродицы на цыпочках бежит козел так вижу бусы грёбаные ух ты но берись давай а а сундук я знал что он здесь есть и я пред чувствую иди иди сюда молодец вот тебе пирожок за это пирожок вот тебе за это пирожок пирожок чёрт чё вас там так много-то гаси уродов спактуха перезарядился успел вроде да ух ты бля чуть самого не сбил так рафик чё тут делаешь хераси центрифугу блин бедный рафик чё ты бедный там чё ты не бедный нормальный ходишь там 7 никто тебя не трогает и никого не трогаешь все пучком так не туда пойду-ка я по поверху пока что я могу сюда залезть ошибись спухли пожалуйста так и тут бусину добили хочу этого сюда еще заглянуть а здесь нет ни хера ни шифа ни хрена и ни шифа оооо что-то знакомые мужик вообще нету сундучка в ее не уйти уйти я ошибся исполняю вот сюда хочу упа не забывайте использовать аленку на я только на сука подарю обязательно если подожди еще одна пошла на от вашу до них она Я ничего не вижу, бля. Просто жопа какая-то. О! Экстренные меры. Тихо! Давай, гаси его! Стой! Да, блядь! Ты че, бля? Не успел выбрать. Я ни хера не понимаю, кто, где, блядь. А, все, что ли, закончилось? Тихо! Насколько у вас тут уроды! Да сколько у вас тут уроды! Ух, собака, блядь, 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 блядь. Ах ты, тварь! Ах ты, тварь! Вот кто по мне и рачил. Скорее же, понести свой подарок. Подожди ты! Да подожди ты! Раз, двигу, блядь. Сейчас я тебе принесу, раз, тварь! Я ж вспотел, блядь. Просто месиво какой-то. Ооо, непонятно че, где, кто. Две аленки, блин, не спасли меня. Не, ну спасли, конечно. Ну как-то не, нет, я думал эффект от них будет прям побаще. Надо все залутать все. Так че еще не залутал. Да дофига че я тут не залутал. А еще груза есть, надо почитать, да не одна. Типио? И все. А где раструк-то, блядь? Куда ее нести? Пока что не вижу. Ладно, сейчас найдем. Че, до хера тут читать? Детские игры. На всякий случай еще раз хочу заверить вас, что поводов для беспокойства нет. Понимаю, что непривычно, но вскоре и вы, и весь персонал предприятия освоитесь, и осознаете все преимущества новой системы. А пока и ей, и вам потребуется время для адаптации. Она и сейчас как ребенок. Ей все интересно, только прошу, не грубите и не учите ее плохому. Комплекс ЧАВА. В Ярославской области, в городе Рыбинске, группа молодых октябрят, которые побывали на предприятии с экскурсией, создала свой комплекс. В кавычках, разумеется. Это скорее игра, чем что-то серьезное. Назвали его комплекс ЧАВА. Шторы шифруются как чародейство и волшебство. У них там очень милые игры. Волшебные палочки на квантовых спутанностях, мантии, невидимки якобы на преломлении света, заклинания по ГОСТу и всякое такое. Думаю, мы должны сделать репортаж, подчеркнуть, что современная наука это буквально магия, и какой-нибудь подарок им отправить. Пусть учатся. Ну да, что нет? Детишек-то надо пощрелить. Вот вам доказательство, самое важное. Итак, под запись. Искусственный интеллект доказал свое самоосознание. Как? Он боится. Точнее, теперь уверенно можно сказать, что это она. И она боится. И вдобавок фокусирует свой страх на физическом объекте. На игрушке. Волчке. Это же замечательно. Она в ужасе. Так, звучит немного неправильно. Не замечательно, а полезно для науки. Бедняга. Прости. Держись там. Роковую там. Про Элеонору что ли? Чуть не понял. Нет так нет. Резонно, Вася, резонно. Тогда решено. Отставить масштабный эксперимент и сконцентрироваться на насущных задачах. Передает мне привет Айни. Увидимся в пятницу. Золото. Надеюсь, ты не забыл. Ну да, да. В пятницу у всех лото происходит. У большинства. Екатерина, на ваш запрос об осуждении болот силами робототехники даю отказ. Поймите, что наше болото это уникальный биом, равного которому нет на всей планете. Потенциал для исследований, в том числе терроформировирования. В терроформирование невероятен. Это же не лужа, которую лопатой можно выгрести. А настоящее чудо природы. ПС. Возьмите у промхима себе сапоги резиновые и не покушайтесь на природу. Проигранный спор. Признаю, беру свои слова назад. Когда мы еще месяц назад спорили о том, каким станет человечество после коллектива, мне казалось абсолютно логичным, что все уйдут в сеть. В бесконечную виртуальную коммуникацию. В исследование просторов, компьютерной реальности и полимерного будущего. К счастью, ваш скептицизм победил профессор. Сегодня я видела статистику, лишь 23% пользователей проводят в сети больше часа в день. Остальные, просто вооружившись новыми возможностями как инструментом, продолжают работать на благо реальности и будущего. Что ж с меня? Впервые коробка шоколада. Но памятую о ваших проблемах с сахаром горького. Проблемы с сахаром, человек. Нельзя ему сладко. Блин, в общем не все подобрал. Так, где этот шарик, блин? Иди сюда. Куда шоу тащить, а? Куда-туда. О, недалеко зашибись. Да блин! Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. Наверх. Поехали наверх. А я что-то, блин, здесь была эта... Комната сохранительная, спасительная. Рассказывайте, кто учится, как учеба проходит у вас. Как погода вообще? Осень, тепло, нет. У нас сегодня дождь пошел. Так, тепло в принципе пока. Относительно. Не то, что на крайнем севере. Так, а вот и спасительная капсула. То есть комната. Ладно, дорогие друзья, давайте на сегодня здесь остановимся. Продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все. С вами был Виталий. Он же Монг. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. И удачи.